Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» с вами Ольга Алексеева. В начале декабря в Чебоксарах стартует Всечувашский кинофестиваль АЗАМ. Какие фильмы будут представлены, откуда приедут гости и чем будет фестиваль отличаться от предыдущих лет, расскажет Олег Цыпленков. Председатель Союза кинематографистов Чебоксарах. Олег Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем с того, когда и где стартует Всечувашский кинофестиваль АЗАМ. Четвертый Всечувашский кинофестиваль АЗАМ. Торжественное открытие состоится 2 декабря в 18 часов. Театр юного зрителя. Это бывший кинотеатр «Сеспель». А фильмы будут показывать уже с 3 по 6 декабря на трех площадках. Это бюджетное учреждение Чувашкино, проспект Ивана Яковлева, 12А. Это национальная библиотека и Театр юного зрителя. Повторяюсь, это бывший кинотеатр «Сеспель». С 9 утра до позднего вечера жители города Чебоксар, а также республики, могут бесплатно знакомиться с новейшими фильмами, которые снимали наши чувашские кинематографисты, а также будут представлены фильмы тюркских народов. Какие фильмы? Расскажите немножечко. У нас всего будет 18 документальных фильмов, 8 игровых фильмов и еще 7 не конкурсов. Это как раз наши гости, как вы сказали, будут из Турции, из Башкирии, Татарстана, Якутии и из других еще тюркских республик. Но фестиваль посвящается 100-летию образования чувашской автономии. И фестиваль откроется 2 декабря после торжественной части показом фильма «В Красном море». Действие в фильме происходит в 1918 году в Казани, во время первого Всечувашского съезда рабочих и крестьянских депутатов. Это практически первый съезд Чувашского национального конгресса, можно сказать. То есть, хотя ее назвали «Съезд рабочих и крестьянских депутатов», туда собралась, были приглашены представители чувашской интеллигенции. И участвовали все лидеры чувашского национального движения того времени. Также вот остальные фильмы, многие фильмы, они посвящены вот этой дате, а также проблемам истории, языка, культуры, чувашского народа. Ну и в то же время есть и боевики, скажем так, и военные фильмы, и документальные фильмы, такой же жанр. А также у нас будут наши гости фильмы из Башкортостана. Я вот рекомендую посмотреть особенно фильм башкирских кинематографистов «Первая республика». Кинофестиваль этого года четвертый по счету. У вас уже большой опыт. Скажите, чем отличаться будут эти показы от предыдущих лет? И организации, что-то, или гости вообще? Что-то новое придумать трудно, но в основном все кинофестивали, они по одному сценарию проходят. Все и канцкие выпустим, да, и все российские. Новые – это всегда фильмы. Новые фильмы. Я думаю, что тоже у нас ничего такого нового не будет. Будут новые фильмы. «Вижу на столе» стоит замечательная статуэтка. Расскажите немножечко, что она из тобой представляет вообще? Это статуэтка «Азам». Значит, вручается победителям 25 номинаций. Значит, у нас будут номинации лучший художественный фильм, документальный фильм, режиссер, сценарист, лучший актер мужской роли, женской роли, второй план. Ну, там достаточно. Также мы такие же статуэтками и дипломами награждаем людей, которые много сделали для развития чувашского кино. Вот первыми обладательного такого подарка, диплома, у нас были Максим Кошкинский и Таня Юн. В этом году, к сожалению, уже посмертно, наверное, будет Владимир Корсаков и Иосиф Дмитриев Трир. Ну, еще, может быть. Это, значит, «Азам». Это, значит, это вот внизу в форме национального орнамента – это вода. Это земля. На земле, значит, в форме опять чувашского орнамента – это две змеи. Это змеи, значит, в форме столба – это, значит, фигура девушки, которая держит руками солнце. То есть связь земли и неба как единый цены, как гюба. То есть задача нашего фестиваля – это готовить фильмы для показа на международных кинофестивалях. Мир ждет кино с чувашским лицом, чувашским характером и чувашской одеждой. Потому что чем-то иным, боевиками в стиле Голливуда или любовными историями, как Болливуд, наверняка мы не можем. Удивить сложно, да. Удивить сложно, да. А вот мир ждет про чувашские фильмы. В свое время, в 1928-х годах, значит, молодое советское правительство, для того, чтобы показать миру достижения молодого тогда еще кино, советское кино, направила чувашские фильмы. Вот все фильмы Максима Кошкинского, они были показаны в Европе, в Голливуде, в Турции, в странах Ближнего Востока. И впервые мир узнал о чувашах именно благодаря этим фильмам. Есть немецкие кино-журналы того времени, в 1928-х годах, там на обложках визит о ней. И она именно в национальной одежде. Это была сенсация. Новое явление в кино, новый народ, новая культура, новая одежда. Новые лица. Все было, это было интересно. Да, и сейчас тоже это востребовано. И вот у нас, кроме этого, значит, такие дипломы получат. Тут сразу видно, что чувашские лица. Чувашские красавицы. Да, чувашские красавицы. И везде, как бы, любой может догадаться, что это чувашский кинофестиваль. Ну, такие еще у нас афиши будут. Это тоже посвященные кинофестивалю «Азам». «Азам» – таинство, волшебство, что-то неизведанное и оттец. Кто же это таинственный, неизведанный, волшебный оттец? Чуть ли не название Бога. Вот слово «Азам» как раз и связано с миром кино. Это таинство, волшебство, что-то неизвестное, таинственное, привлекающее к себе. Очень удачное название, да? Да, я думаю, что долго мы его искали, но все-таки нашли. Как вы считаете, как вы оцениваете чувашское кино? Насколько активно развивается или чего-то не хватает, возможно? Если бы я сказал, у нас все хорошо, всего хватает, это было бы неправильно. Человек творческий, он всегда должен быть неудовлетворенный. Всегда надо к чему-то стремиться. Не зря же, когда спрашивают многих мастеров, да, какой ваше лучшее? Они говорят, это еще впереди, наверное. Но в то же время надо сказать, что вот последние годы, 2-3 года, да, в 2016 году постановление Кабинета Министров у нас, архив электронной документации был переимен на бюджетное учреждение Госкино-студии Чувашкино и архиве электронной документации мы вернули прежнее историческое название Чувашкино. И за два года, благодаря помощи главы нашей республики Михаила Васильевича, Министерства культуры по делам национальности, архивной дела Чувашкино-республики во главе с Константином Геннадьевичем, нам удалось сделать многое, о котором мы раньше и не мечтали. Вот когда мы создавали «Советский аниматографистов» в 2014 году, начали думать, а как же все-таки нам возродить? Именно вопрос так стоял возродить, не развитие, а возродить. Мы уже вышли с предложениями, что нам надо делать. Многое нам удалось. Я еще раз повторяю, именно благодаря помощи руководства республики. Но этого недостаточно. Надо идти дальше. Хотим, чтобы наши фильмы уже участвовали на международных кинофестивалях. Они участвуют. Многие фильмы, не многие, но единичные фильмы, к сожалению, они участвуют и получают даже призы, подарки. Но это как раз те фильмы, где ярко выраженный национальный колорит. Я еще раз повторяю, именно этим мы привлекаем мировое сообщество. Люди и мировое сообщество кино соскучилось по Чувашскому фильму. Что ж, мы желаем вам удачи. Пусть у вас все получится. Пусть ваши фильмы будут продвигать на международный уровень. Пусть у вас будет много наград. Спасибо вам за беседу. Приходите к нам еще. Удачи вам на кинофестивале также. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». С вами была Ольга Алексеева. Смотрите наши фильмы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok